Не хочу утверждать, что из этого правила нет исключений, но я пока не нашел ни одного. Это правило работает по следующему принципу. Если девять человек приходят к одному мнению, это является значимым свидетельством их правоты. Таким образом, десятый не станет им возражать, если полностью не убежден в истинности своей точки зрения. Предположим, все девять человек – интеллектуалы и специалисты по данному вопросу. Это еще одна причина для десятого быть на 100% уверенным в себе, если он собрался возразить. А если единодушие выразили 999 человек? Чем больше людей сходятся во взглядах и чем выше уровень их компетенции, тем меньше вероятность отыскать того, кто решится им возразить. А если такой человек найдется, то он либо дурак, либо полностью уверен в своих аргументах. Надеюсь, на данном этапе мне удалось доказать вам, что я хотя бы не дурак. Если вы не можете понять, как это связано с контролем над употреблением алкоголя, то я имею в виду следующее. Зачастую очень сложно поверить, что подавляющее большинство авторитетных специалистов может ошибаться, особенно если в течение всей жизни вы признавали данную точку зрения как непреложный факт. Хочу оговориться. Я утверждаю, что большинство всегда неправо. Без расчета на вашу поддержку каждый раз, когда мое мнение расходится с мнением большинства. Наоборот, я намерен убедить вас при помощи здравой логики, так же, как Блокс сумел убедить меня. Однако мне это не удастся, если вы не допускаете возможности ошибки авторитетных специалистов. Такое допущение является существенной частью процесса раскрепощения сознания. Вы можете обсудить некоторые мои высказывания с кем-то еще. Это было бы очень полезно. Но, с другой стороны, если вы не осознаете, насколько большинство людей не сведущи в вопросах алкоголизма, такие дискуссии могут создать дополнительные трудности. Например, я сумею убедить вас, что ни один человек не выпивает стакан вина только ради вкусовых ощущений. Но если вы попытаетесь доказать это тысячи любителей вина, сомневаясь, что вы встретите понимание хотя бы у одного из них. Даже прочтя эту книгу и убедившись в моей правоте, вам все равно будет очень сложно доказать что-то таким людям. Особенность алкогольной ловушки заключается в преувеличении так называемых преимуществ и преуменьшении недостатков. Независимо от компетенции, логики или непредвзятости суждений пьющих людей по другим вопросам, в отношении алкоголя их сознание закрыто. Попытки обсудить с ними эти вопросы могут оказаться не только неконструктивными, но даже деструктивными. Конечно, за исключением тех, кто, как и вы, признал наличие у себя проблемы. Если вы хотите с кем-то поговорить об этом, выбирайте собеседника, который как минимум готов выслушать ваши предположения. Вряд ли вы найдете более доброжелательного и готового помочь в решении проблемы алкоголизма слушателя, чем проходящий курс реабилитации члены анонимных алкоголиков. Трудность в том, что сама основа системы анонимных алкоголиков ошибочна. Общество анонимных алкоголиков создавалось на аксиоме о неизлечимости алкоголизма, не говоря уже о наличии простого и мгновенного метода лечения. Это не значит, что не нужно слушать их советов, но если они противоречат моим правилам, не следуйте им. Я не предлагаю вам делать или не делать что-то только потому, что я так сказал. Я постараюсь объяснить каждое правило, чтобы вы выполняли его сознательно, не вслепую. Выводы вы будете делать самостоятельно. Другая часть процесса раскрепощения сознания заключается в отделении информации от информатора. Возможно, я покажусь вам таким же бесхитростным и самонадеянным, как Блокс, однако он помог мне открыть глаза, а я могу помочь это сделать вам. Если вам не нравится мой стиль изложения или мой юмор, не позволяйте этому отвлекать вас от важной информации, которую я стараюсь передать. Помните, что все написанное мной имеет единственную цель помочь вам решить проблему алкогольной зависимости. Заранее прошу прощения за такие формулировки, как «Будучи алкоголиком, он…», хотя, строго говоря, должно быть он или она. Я прекрасно знаю, что алкогольная зависимость не ограничивается мужским полом. Я также понимаю, что шовинизм – еще одно зло, искоренению которого я мог бы способствовать, изменив стиль изложения. Однако в попытке устранить две проблемы одновременно я рискую не решить ни одной. Поэтому прошу прощения за то, что все внимание сосредоточу только на проблеме алкоголизма. Обнаружив повторы отдельных установок или перегруженность текста ненужными деталями, помните о двух основных составляющих проблемы алкоголя. Первое. Алкоголь всегда постоянен и никогда не меняется. Второе. Сам пьющий человек. Каждый человек уникален, а моя задача состоит в том, чтобы помочь всем, кто страдает от алкогольной зависимости. Поэтому отнеситесь, пожалуйста, ко мне с терпением, которое будет вознаграждено с торицей. Итак, давайте начнем раскрывать загадки и развенчивать заблуждения. Как вы считаете, кто вы? Выпивающий время от времени человек или вы алкоголик? Редактор субтитров субтитров у seamlessly Продолжение следует...